Всем привет! Меня зовут Елена Бубеева и я рада приветствовать вас на моем блоге. В этом видеоуроке я покажу, как к нашему фильму добавить музыку. Итак, я иду в папку, где располагается наш фильм, хватая его правой кнопкой мыши и перемещаю в нашу программу. И таким же образом перемещаю сюда аудиозапись, музыку, которую мы хотим наложить на наш фильм. Итак, теперь мы наше видео помещаем в видео, то есть хватая правой кнопкой мыши и перемещаю вот таким вот образом сюда в видео. Немножко увеличу шкалу времени, чтобы удобнее было работать и вам было лучше видно. Теперь нашу аудиозапись, музыку, я тоже хватаю правой кнопкой мыши и помещаю в звук или музыка. И вот таким вот образом, если мы нажмем на воспроизведение, то мы увидим, как наш фильм воспроизводится вместе с нашей музыкой. Предположим, если вы сделали просто какое-то красивое слайд-шоу, то вы таким образом можете просто сохранить фильм и он будет у вас готов. Но, предположим, если это аудиозапись вашего голоса, если вы нажмете воспроизведение, то вы увидите, как музыка перебивает ваш голос. Нам нужно сделать ее немножко потише. Каким образом мы это делаем? Мы выделяем нашу музыку и ищем отрезок, ну, предположим, вот здесь, где мы хотим сделать потише, чтобы был плавный переход. Плавный переход, то есть сначала у нас, предположим, музыка, мы хотим, чтобы звучало громко, а потом немножко тише в соответствии с нашим голосом. Мы выделяем нашу аудиозапись и нажимаем вот здесь вот на шкалу времени, разрезать, да, то есть разделить. И разрезаем где-то на 6-10 частей. Но я это сделаю на 4 части, чтобы вам просто показать, да. То есть вот таким вот образом разделяем, да. Вот, мы нажимаем правую кнопку мыши, и здесь мы видим, есть громкость, да, нажимаем ее, и вот здесь вот есть функция отрегулировать громкость. Предположим, здесь мы хотим, чтобы музыка у нас звучала громко, да, нажимаем на ОК. На следующем отрезке тоже нажимаем правую кнопку мыши, нажимаем громкость, и где-то на пол деления мы смещаем. Тоже нажимаем на ОК, да. На следующем отрезке тоже нажимаем громкость, и уже смещаем не на пол деления, а в целом на целое деление, да. На следующем отрезке делаем то же самое, теперь уже на полтора деления. И вот таким вот образом мы уменьшаем нашу громкость, да, то есть таким плавным переходом. Ну и в конце, где вы хотите, чтобы именно было слышно ваш голос, и на заднем фоне, скажем так, играла музыка тихо, да, ваша шкала здесь должна приблизительно выглядеть, ну вот так вот максимум, то есть вот так вот где-то пол деления. Вот, если мы с вами нажмем на ОК, на воспроизведение, да, то сейчас мы увидим, как наш фильм, вначале у нас звучит громко музыка, потом постепенно идет снижение, и дальше мы видим, как наш голос, предположим, да, красиво воспроизводится вместе с музыкой. И вот таким вот образом мы можем добавить к нашему фильму аудиозапись, да, то есть телемузыку какую-то. Дальше же экспериментируйте сами, да, то есть если вы хотите вначале, чтобы у вас, предположим, была громкая музыка, в конце тихая, тихая, то есть это все в ваших руках, пожалуйста, экспериментируйте. Также, предположим, если вам не нужен какой-то кусочек видео, да, или вы хотите кусочек видео вставить в ваш фильм, то есть вы таким же образом можете, предположим, разрезать, да, только теперь выделяете не звук или музыка, выделяете видео и тоже нажимаете разрезать, предположим, да, вот этот кусочек вам не нужен, к примеру, да, то есть вы разрезаете, нажимаете правую кнопку мыши и нажимаете удалить. И вот таким вот образом вы можете отрезать кусочек видео, который вам не нужен. Также, предположим, если вы хотите сделать несколько мелодий в вашем, предположим, фильме, да, то есть, ну, я возьму ту же самую аудиозапись, чтобы был, предположим, мягкий переход. Вот таким вот образом, да, перемещаю ее сюда, подводите к краю мыши, чтобы был плавный переход, и через разрезание, предположим, одна аудиозапись переходила в другую, да, и вот таким вот образом накладываете, да, то есть у вас получилось такое небольшое наложение. Если вы нажмете на воспроизведение, то вы увидите, как у вас мягко переходит одна музыка в другую. Вот таким вот образом вы можете экспериментировать. Когда вы закончите, да, с музыкой, вы выбираете, вы сохраняете свой фильм на компьютере, точно так же вводите его название и таким же образом сохраняете фильм. Я желаю вам удачи в создании ваших видеороликов, слайд-шоу и так далее. До встречи в следующей серии видеоуроков про более профессиональную программу Sony Vegas. Пока-пока!